Писатели улыбаются Давайте вспомним, как называют этих писателей. Я думаю, вы догадались, да и вспомнили, что это писатели-юмористы и писатели-сатирики. Достаточно вспомнить произведения таких классиков, как Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», Дениса Ивановна Фанвизина «Недоросли». Сегодня мы с вами поговорим о журнале «Сатирикон», познакомимся с творчеством писателей-юмористов Тефи и Зощенко. Цель нашего урока – познакомиться с сатирическим изображением исторических событий, освещенных журналом «Сатирикон», сформулировать авторскую позицию в произведениях Тефи и Зощенко, и, конечно же, проанализировать приемы комического в рассказах писателей-юмористов. Журнал «Сатирикон» – это русский дореволюционный литературно-художественный журнал «Сатиры и юмора», издававшийся в Санкт-Петербурге еженедельно с 1908 года по 1914 годы. Первым редактором был Родаков, а дальнейшую позицию с 9 выпуска занял Аркадий Аверченко. Давайте мы сейчас с вами обратимся к истории журнала. Журнал был выпущен 1 апреля, я думаю, что ни для кого не секрет, что это замечательный день смеха, в 1908 году. И принято считать эту дату днем рождения журнала. Первым главным редактором был Александр Александрович Родаков, и, как я уже сказала, с 9 выпуска эту позицию занял Аркадий Тимофеевич Аверченко. Редакция журнала располагалась на Невском проспекте в доме номер 9. «Сатирикон» был изданием веселым и едким, саркастическим и злым. В нем остроумный текст перемежался с язвительными карикатурами, забавными анекдотами, которые сменялись политическим шаржем. Ребята, в начале 8 класса мы с вами говорили о том, что всю литературу 8 класса пронизывает историзм. Давайте вспомним основные его мотивы. Это историческое прошлое народа, гражданственность, судьба русского человека на фоне исторического полотна. Мы об этом с вами будем еще говорить на следующем уроке. «Быт и характер русского человека». Как же эти мотивы отразились в журнале «Сатирикон»? В период расцвета журнала в 1911 году его издатель Конфильд выпустил в журнальной библиотеке всеобщую историю, обработанную «Сатириконом». Авторами этого блестящего пародина сатирического произведения были Тефи, Дымов, Аркадия Верченко. Эта юмористическая книга состоит, как и всеобщая история, которую вы изучаете в школе из четырех разделов. Древней истории, средней истории, новой истории и русской истории. О чем же это произведение? Это произведение обо всех исторических событиях, которые происходили из древних веков. Давайте обратимся с вами к тексту Тефи. Что пишет Тефи о воспитании детей? Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими. Образование они получали самое основательное. Их учили не кричать во время уроков. В 20 лет спортиад сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости. Как хорошо, что время изменилось, правда же? Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством замечательной писательницы, псевдоним которой Тефи. Это Надежда Александровна Лохвицкая. Она родилась в Петербурге в семье адвоката. С детства полюбила литературу, начала сочинять фильетоны. И была активной участницей журнала «Сатирикон». В ее творчестве более 30 книг. И она по праву заняла достойное место в русской классической литературе. Сегодня мы с вами обратимся к замечательному произведению, которое называется «Жизнь и воротник». Сегодня мы с вами на уроке будем использовать технологии погружения в текст. Возьмите, пожалуйста, учебники. И на странице 135 вы увидите текст «Жизнь и воротник». Для удобства я вынесла некоторые цитаты на доску. Давайте посмотрим на название «Жизнь и воротник». Какой первый прием мы с вами видим? Конечно же, это прием параллелизма. «Жизнь» – это относится к человеку. А «воротник» – это предмет, который мы используем с вами в своей жизни. Человек только воображает, именно с этих слов начинается произведение, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти. И давайте обратим внимание на следующие цитаты, которые относятся именно к воротнику. Что же он сделал? «Воротник потребовал новую кофточку». Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками. Воротник поблагодарил и радостно согласился. Воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул. Какой прием мы с вами замечаем в использовании и изображении данного образа? Конечно же, это олицетворение. Что мы с вами видим? В начале произведения главная героиня была честной женщиной. Она была замужем за честным человеком. Она имела тихий, застенчивый характер. Любила мужа преданно, довольствовалась скромной жизнью. Что же мы видим с вами в конце произведения? Что же случилось? Как изменилась главная героиня? Она стала вести странную жизнь, воротничковую жизнь. Как вы думаете, ребята, что означает это выражение? Что означает эта фраза? Что сделало воротничок жизнью этой героини? Давайте обратимся к основному идейному содержанию компонента этого произведения. Для чего было написано это произведение? Что хотела нам показать Тефи этим произведением? Как может изменить предмет судьбу человека? Что осуждает Тефи? На чем она смеется? Мы с вами видим поведение воротничка, да, смешным? Но это смех сквозь слезы. Потому что в данном случае мы видим с вами, как мещанство может разрушить судьбу и жизнь человека. Мы должны с вами сегодня еще познакомиться с творчеством замечательного писателя Михаила Михайловича Зощенко, который родился в Полтаве в семье художника, поступил в Петербургский университет на юридический факультет, но не окончил его, так как отправился на фронт начавшейся Первой мировой войны. Этот писатель вошел в историю русской классики как юмористический и сатирический новеллист. Сегодня мы с вами познакомимся с произведением «История болезни». Мы также с вами немножко поработаем с текстом, и я оставлю вам закончить это дома самостоятельно. Давайте посмотрим, что высмеивает автор. Какие приемы помогают обнажить абсурдность происходящего с героем? Произведение начинается с того, что главному герою попадается на глаза вывеска. Выдача трупов от трех до четырех. Но согласитесь, пожалуйста, да, когда мы с вами это видим, то это не вызывает у нас какого-то подъема или мотивации к выздоровлению. Небольшая палата, где лежало около 30 разного сорта людей. Автор использует в этом произведении очень много просторечных слов. Все эти приемы комического помогают нам раскрыть главную идею этого произведения. На чем же смеется Зущенко? Что он пытается нам показать? В этом произведении мы с вами видим, что автор осуждает всю систему советского медицинского склада и устроя. Дома вы должны будете закончить эту таблицу. Поработайте с ней, пожалуйста, по образцу. А сейчас мы с вами обсудим домашнее задание. Вам необходимо будет прочитать главы из всеобщей истории, обработанной сатириконом. Обратите, пожалуйста, внимание на страницы, прочитать «Жизнь и воротник», ответить на вопрос, на один из предложенных вопросов. И прочитайте, пожалуйста, произведение «История болезни». И также закончите, пожалуйста, таблицу с примерами. Давайте подведем итоги нашего урока. Авторский смех всегда заставляет человека задуматься над пороками людей и над несовершенством окружающего мира. С помощью приемов комического, которые мы увидели с вами в таблице, писатели создают неповторимый и грустный мир, который требует незамедлительного изменения путем вмешательства разумного и истинного. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – 4 замечательные точки-треугольники. Геометрия 8 класс. Итак, рассмотрим с вами свойства бисектрисы. Возьмем угол КАП, построим бисектрису этого угла, и оказывается, что каждая точка, лежащая на бисектрисе угла, будет равноудалена от сторон угла. Докажем это. Поскольку о том, что мы сказали, она равноудалена, мы должны построить перпендикуляры к каждой стороне, потому что перпендикуляр – это кратчайшее расстояние. Рассмотрим треугольник АБМ и треугольник АЦМ. У этих треугольников сторона АМ общая, углы БАМ и ЦАМ равны, поскольку это бисектрисы, значит, эти два треугольника равны по гипотенузе и острому углу, а значит, и соответствующие стороны у этих треугольников тоже будут равны. Значит, отрезок БМ равен отрезку ЦМ. Значит, наша точка находится на равном расстоянии от сторон угла. И оказывается, если вы будете решать задачу, и вдруг у вас получится, что некоторая точка находится равноудалена от сторон угла, значит, вы смело можете говорить, что она лежит на бисектрисе. Давайте с вами докажем обратную теорему. Значит, если наша точка находится на равном расстоянии от сторон угла, мы сейчас докажем, что это была бисектриса. Треугольники БАМ и ЦАМ равны по гипотенузе и катету, а у равных треугольников соответствующие элементы равны, а значит, угол БАМ будет равен углу ЦАМ. Следовательно, геометрическим местом точек плоскости, лежащей внутри неразвернутого угла и равноудаленных от сторон угла, является бисектриса угла. Но ведь у треугольника мы можем построить три бисектрисы. Будут ли они пересекаться в одной точке? Давайте с вами попробуем это доказать. Рассмотрим треугольник А, Б, Ц. Построим бисектрису ВО и бисектрису АО. Они у нас пересеклись в одной точке. А раз они пересеклись в некоторой точке О, лежащей на бисектрисе, следовательно, расстояние ОН равно расстоянию ОП для бисектрисы БО. А расстояние ОП и расстояние ОМ одинаковы для бисектрисы АО. Что же мы получили? Что все три этих отрезка одинаковы. А следовательно, если мы возьмем с вами некоторый отрезок ЦО, почему он будет являться бисектрисой, потому что точка О равноудалена от сторон угла. Если точка равноудалена от сторон угла, значит, она лежит на бисектрисе. Следовательно, все три бисектрисы пересеклись в одной точке. Также точку пересечения бисектрис называют инцентром треугольника, а также точка пересечения бисектрис. Это, оказывается, и центр окружности, вписанный в данный треугольник. Из этого мы делаем с вами вывод, что три бисектрисы треугольника пересекаются в одной точке, и эта точка является первой замечательной точкой треугольника. Вот у нас показано на примере, как мы строили с вами бисектрисы, и что это будет центр вписанной окружности. Рассмотрим с вами задачу из учебника. Задача номер 684. Дан треугольник АБЦ. По условию он равнобедренный. Известно, что бисектриса АА1 и бисектриса АББ1 пересекаются в некоторой точке М. Нам нужно показать, что СМ перпендикулярна стороне треугольника АБМ. Мы только что с вами доказали, что три бисектрисы пересекаются в одной точке, а значит, две бисектрисы, ребята, задают третью. Следовательно, раз СМ проходит через точку пересечения бисектрис, это обозначает, что это тоже бисектриса треугольника. А поскольку он равнобедренный, бисектриса является и медианой, и высотой. Значит, СМ перпендикулярна стороне АБМ. Теперь мы с вами рассмотрим свойства серединного перпендикуляра. У нас есть некоторый отрезок АБ, и оказывается, что каждая точка серединного перпендикуляра будет равно удалена от сторон отрезка. Как же мы это можем доказать? Вот если бы точка М у нас совпадала с точкой О, это было бы нам понятно, потому что это середина отрезка. А вот если точка М не будет совпадать с точкой О и лежит, к примеру, где-нибудь выше, следовательно, для треугольника МОА и треугольника МОБ отрезок ОМ, он является у нас катетом прямоугольного треугольника, а ОА равняется ОБ. Это обозначает, что эти два треугольника равны по двум катетам, а у равных треугольников равны соответствующие элементы. Значит, отрезок МА равен отрезку МВ. И снова у нас получается интересная ситуация. Если решая какую-то задачу, мы выясняем, что некоторая точка равноудалена от концов отрезка, мы можем сделать с вами смело вывод, что она лежит у нас на серединном перпендикуляре. Вот если она равноудалена, к примеру, пускай это будет другая точка Н, значит, отрезок НА равен отрезку МВ, а следовательно, мы с вами получили равнобедренный треугольник. А что мы можем сказать про равнобедренный треугольник? О том, что у него медиана равняется в бисектрисе и равняется высоте, а значит, отрезок НО у нас лежит на этой же прямой, которая была до этого серединным перпендикуляром. Следовательно, геометрическим местом точек плоскости, равноудаленных от концов отрезка, является серединный перпендикуляр к этому отрезку. Тогда, если мы рассмотрим треугольник, оказывается, что все серединные перпендикуляры к трем его сторонам тоже будут пересекаться в одной точке. Докажем с вами это. Рассмотрим треугольник ВОЦ, поскольку мы построили с вами первый перпендикуляр П, и этот треугольник у нас равнобедренный. Построим следующий серединный перпендикуляр М в другой стороне. Они будут пересекаться в одной точке, потому что стороны АВ и ВС у нас не параллельны. Следовательно, треугольник АОВ у нас тоже будет равнобедренным. Отрезок ОЦ будет равен отрезку ОВ и будет равен отрезку ОА. Из того, что мы с вами доказали про серединный перпендикуляр ранее. Но теперь что же получается? Раз отрезок ОА равен отрезку ОЦ, тогда треугольник АОЦ будет равнобедренный. И, следовательно, если мы с вами проведем некоторую прямую Н перпендикулярно, то это будет тоже серединный перпендикуляр. А значит, все три серединных перпендикуляра к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. И сделали вывод. Точка пересечения серединных перпендикуляров, это центр будет описанной окружности, потому что вот эти расстояния все у нас будут равны. Итак, мы с вами сделали вывод, что точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника Это вторая замечательная точка. И мы видим, что для остроугольного центра лежит внутри окружности, а для тупоугольного он лежит вне окружности. Вам нужно самостоятельно тогда посмотреть, а где же будет лежать центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника. Задача номер 680. Нам дан треугольник АВС. Известно, что АМ равняется МВ и задан перпендикуляр ДМ. Отрезок АК равен отрезку КС и задан перпендикуляр ДК. Точка Д принадлежит стороне ВС. Нам нужно доказать, что Д середина отрезка ВС и что угол А равен сумме углов В и С. Рассмотрим треугольник АДС. Этот треугольник будет равнобедренный, потому что ДК – это середина перпендикуляр, и уже по доказанному выше, ДА равняется ДС. И углы при основании у этого треугольника равны, значит угол 2 равен углу С. Дальше рассмотрим треугольник ВДА. Этот треугольник тоже равнобедренный, и углы при основании будут равны, угол В будет равен углу 1, и ВД равняется ДА и равняется ДС. Этим самым мы показали, что в угол А входит сумма угла В и С, а также что точка Д является серединой стороны ВС. Еще можно сделать такой интересный вывод, что точка Д является серединой гипотенузы прямоугольного треугольника, потому что треугольник ВАС у вас получится прямоугольный. Попробуйте доказать это самостоятельно. И мы с вами переходим к домашнему заданию. Домашнее задание – повторить правила построения бисектрисы угла и серединного перпендикуляра, также попробовать построить устроугольные, прямоугольные, тупоугольные треугольники и найти центр вписанных и описанных окружностей, прочитать страницы заданные, сделать конспект и выполнить задачи по теме. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы знакомимся с электронными таблицами. На примере табличного процессора Microsoft Excel мы выполним практическую работу для 8 класса. Электронные таблицы очень часто используются во всех областях нашей жизни. Программы, которые предназначены для работы с электронными таблицами, называются «Табличные процессоры». Мы знакомимся с табличным процессором Microsoft Excel. Рассмотрим основные элементы окна электронной таблицы. Мы видим, сверху у нас расположена лента с вкладками. Дальше мы видим, что внизу есть ярлычки листов, и само поле рабочее состоит из ячеек. Ячейки у нас имеют название, которое состоит из названия столбца. Посмотрите, столбцы – это латинские буквы, заглавные буквы латинского алфавита. Когда название столбцов заканчивается, латинский алфавит, то идут две буквы, три буквы и так далее. Дальше идет название строки. Это просто число. Название имя ячейки отображается в поле имени. Также есть строка формул. В строке формул отображается либо то, что у нас в таблице в ячейке находится, либо результат работы по формуле. Мы рассмотрим практическую работу, которая представлена в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Вот ее адрес. Именно практическая работа номер 14. Практическое задание номер 14. На этом примере мы будем рассматривать. Элементы окна программы я вам назвала. Итак, как называются строки? Они называются, мы сказали, числами, столбцами, буквами, ячейки, буквой и числом. Поле имени расположено в левом верхнем углу. Как внести данные в таблицу? Если у нас в таблице в ячейке ничего нет, просто щелкаем на ячейки и начинаем ввод данных. Если в ячейке что-то есть, то мы должны сначала либо выделить два раза, либо нажать кнопочку F2. Вот если мы вводим, например, число 1, а здесь мы хотим ввести число 1,2. Значит, теперь мы хотим ввести число 1,2. Если мы вводим место запятой, мы пишем точку. Посмотрите, что у нас получается. У нас переходит на другой тип данных. То есть электронная таблица воспринимает наши данные как дату. Поэтому обязательно нужно, чтобы разделительный знак между целой частью дробной был запятой. Также в таблице можно ввести дробные значения. Например, мы можем ввести 1,2. Мы видим 1,2. А как ввести просто обычную дробь? 0,0 через пробел 4,7. Смотрите, наш Excel умеет что делать? Он умеет складывать дроби, даже обыкновенные. 2,1. Это лучше, чем калькулятор. Дальше. Если мы пишем очень большие числа, каким образом они будут отображаться в ячейке? Мы можем, если у нас места хватает, то, видите, отображается так. Или мы также можем открыть формат ячеек. И иногда отображается в виде гвантисы и порядка. То есть мы видим число, это числовая часть и порядок, на который нужно перенести запятую. Если плюс, то вправо. Если минус, то переносим запятую влево. Значит, еще раз это посмотрим. Итак, общий формат может быть числовой и формат даты. Формат ячеек позволяет нам изменить текущий формат. Если мы хотим данные таблицы внести очень быстро, мы можем воспользоваться маркером автозаполнения. Например, если у нас выделена одна ячейка, мы подносим указатель мыши к правому нижнему углу ячейки, берем за маркер заполнения автозаполнения и протягиваем. Если у нас заполнена ячейка не одна, а сразу две, то маркер автозаполнения дает возможность заполнить последовательностью чисел. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Значит, маркер автозаполнения находится в правом нижнем углу ячейки. Если у нас одинаковые числа, либо одинаковыми числами заполняем, либо числами, которые являются членами арифметической прогрессии. Значит, если мы хотим записать в ячейку формулу, а формула является основной и, в общем-то, самым главным таким свойством наших таблиц, то мы в первую очередь что должны сделать? Записать знак «Равно». В этот момент наша таблица переходит в режим работы с формулами. Дальше мы пишем формулу. Она может состоять из чисел, цифр, знаков различных операций и также ссылок на ячейку. Чтобы ссылку на ячейку получить, мы должны щелкнуть в эту ячейку. Когда мы формулу записали, нам нужно выйти из режима редактирования формулы. Для этого мы нажимаем клавишу «Энтер». Или можно нажать клавишу «Таб». По умолчанию у нас отображаются результаты работы по формуле. Например, если мы здесь пишем «Равно», дальше щелкаем на ячейку «А1», плюс щелкаем на ячейку «А2». Мы получим результат сложения. Результат у нас отображается в ячейке, сама формула отображается в строке «Формул». Копирование формул выполнять достаточно просто. Для этого нужно дважды щелкнуть на маркер автозаполнения. И у нас формула будет скопирована на остальные ячейки. Если мы забыли что-то добавить в нашу таблицу, тогда нам нужно что-то еще... Значит, нам нужно добавить, вставить строки. Для этого правой кнопкой щелкаем на заголовок столбца и нажимаем «Вставить». Появляется еще одна строка. Точно так же... Еще один столбец. Точно так же мы можем добавить еще одну строку. Правой кнопкой щелкаем и вставляем. Итак, основные моменты мы рассмотрели. Давайте рассмотрим, что же мы делаем в нашей практической работе. Посмотрите, пожалуйста. Здесь, во-первых, ширина столбцов недостаточная, чтобы мы видели полностью все данные. Для того, чтобы ширину столбцов поменять, указатель мыши подносим к границе названия столбцов и перетаскиваем. Можно щелкнуть дважды. Тогда Excel автоматически подберет ширину столбца. Если мы хотим сразу все столбцы изменить их ширину, то выделяем эти несколько столбцов и щелкаем дважды. Дальше мы хотим, чтобы наши тексты размещались в две строчки. Нажимаем «Альт-Энтер» и у нас получается в две строки. Дело в том, что работа в электронной таблице отличается от работы в Microsoft Word. То есть в текстовом редакторе немножечко у нас будет... Если вы никогда не работали в Microsoft Excel, вас ждут достаточно много сюрпризов. Например, мы можем что сделать? Выделить все ячейки и нажать кнопочку «Объединить, поместить в центру». Вот у нас вся таблица наша находится... То есть все ячейки объединились в одну ячейку. Посмотрите, пожалуйста. По умолчанию происходит выравнивание по нижнему краю. То есть у нас не только в ячейке по ширине выравнивание, по горизонтали, но и по вертикали. Нам нужно выбрать выравнивание по центру. Выбираем выравнивание по центру. Также по умолчанию вот эти границы ячеек, они не отображаются. Чтобы нам отобразить границы ячеек, выделяем их всех и выбираем все границы. Выбираем все границы. Заполним формулами, скопируем. И здесь тоже дважды щелкаем, копируем формулы. Посмотрите, у нас очень много знаков после запятой. Для того, чтобы уменьшить количество знаков, мы нажимаем вот такую вот кнопочку «Уменьшить разрядность». И количество знаков уменьшается, например, до двух знаков после запятой. Таким образом, вот что нам нужно получить было. Такую вот табличку. Мы сделали, что изменили ширину столбцов, мы скопировали формулы, объединили ячейки для заголовка и определили выравнивание по центру. Давайте мы с вами еще раз скажем, что мы сделали в электронной таблице. Мы изменили ширину столбцов, скопировали формулы, изменили количество знаков после запятой в столбце средний балл, изменили выравнивание, сделали по центру. И таким образом еще некоторые изменения форматирования, я думаю, вы сделаете самостоятельно. Можете приступать к работе. Вот если мы посмотрим нашу таблицу, как она выглядит в режиме редактирования формул, и домашнее задание наше прочитать в учебнике параграмм 20 и 21, на странице 144 выполнить письменное задание под номером 5 и 6. Спасибо за урок. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»